День кукольника отмечается сегодня во всем мире. В Тагильском театре кукол этот праздник встречают за работой. Здесь готовятся к новому спектаклю «Приключения в стране дорожных знаков». Постановка режиссера Никиты Шмедько и художника Надежды Кривомазовой. История о человечках, которые сбежали из светофора. Несмотря на то, что человечка в спектакле всего два, красный и зеленый, их кукол копий делают несколько вариантов. Это их дубли, так называемые. И используются практически все системы известных нам кукол. Во-первых, это самая простая планшетная кукла. У нее в голове и в туловище существует трость. И работает она на каком-нибудь планшете. Существуют куклы мапбиты, традиционные, тростевые, перчаточные. Всего более десятка видов. Иногда они комбинируются, что называется, два в одном. Куклой могут управлять один, два, а то и трое актеров. Все зависит от сложности механизма куклы. Любой куклой управлять очень сложно. Потому что у каждой куклы есть своя система. Вот это, например, маппет плюс трости. Так как трости приспособлены не очень хорошо, поэтому ей управлять очень сложно. Да? Да. Вот. А есть еще куклы-марионетки. Ими управлять очень сложно, потому что они все находятся на нитях, и каждая нить отвечает за свое действие. Ну и есть планшетные куклы, которые управляются на плоскости. На мой взгляд, это самые легкие куклы в управлении. Полностью овладеть управлением марионетки невозможно, признаются актеры. Каждой кукле, как человеку, требуется индивидуальный подход. И как только актер его найдет, кукла оживает. Могу в щёчку поцеловать? Давай. И во вторую. Отлично. Вот. Что еще сделать? Сделать куклу для театра непросто, рассказывает Евгений Волков. В начале 90-х ему, скульптору и художнику по камню, доверили изготовить кукол для спектакля. В меня почему-то поверили, доверили работать, поверили раньше, чем я смог в себя поверить. Ну вот так я начал делать кукол. Для меня идеальная кукла – это все-таки идеальная пластика. Пластика лица, рук. Появились вот такие образы. Конечно, на эскизах немножко упрощенно. Я вот когда изготовлял этих кукол, увлекался немецкой скульптурой раннего возрождения. И настолько увлекся, что вот начал прорезать волосы, пряди. И вот такое получилось. Конечно, я понимал, что театр – это не скульптура, и здесь важна выразительность. Евгений Волков изготовил кукол для трех спектаклей. Сейчас, признается, занимается только их механикой. Для себя я открыл и механику. Сложная механика. Очень интересно. Очень интересна марионетка. Именно своей сложностью. И задачи всегда разные. И надо находить решение. То есть опыт, какой бы он ни был великий, его всегда чуточку не хватает. И это очень как раз мне нравится. Сейчас в театре мечтают создать музей кукол. В одном помещении выставить всех марионеток, которые когда-либо были задействованы в спектаклях. Мне кажется, что жизнь у них не заканчивается на этом. И очень важно в театре иметь музей. Музей, где можно было бы этих кукол выставлять, чтобы они продолжали радовать зрителя. Потому что такую уникальную красоту важно сохранить. Без истории мы никто. Мы очень бережно и с любовью относимся ко всем своим куклам и персонажам. Потому что актеры пропускают через них свою любовь, свою душу. Анна Кизилова, Вадим Усков, Артём Небылицын, Елена Самойлова. Новости Тагил-ТВ. Смотрите Тагил-ТВ! Да!